10 февраля во Дворце Творчества Детей и Молодежи Восточной прошел открытый чемпионат и первенство Москвы по стилевому карате «Все звезды-2008». Турнир собрал лучших спортсменов из трех субъектов Российской Федерации – Москвы, Московской и Ярославской областей. Выступает 12, где-то 13 клубов у нас. Подмосковные города очень сильно подтянулись на сегодняшний турнир. Это такие города, как Железнодорожный, Электроугли, Ногинск, Раменск, Жуковский. Сегодняшний турнир очень интересен тем, что мы его называем «Турнир всех звезд». На нем выступают спортсмены Москвы и Московской области, лучшие в сборных командах этих субъектов. Стилевое карате считается одним из самых демократичных в мире боевых искусств. На протяжении всей истории карате учителя ставили задачу найти компромисс между высокой эффективностью приемов и безопасностью учеников. Защитные доспехи и шлем позволяют избежать ссадин и синяков. А уже техника исполнения зависит как от упорства самого спортсмена, так и от тренерской работы. Первое соревнование, когда проиграла, тогда думала, что ничего не надо, все брошу. Потом я поняла, что это очень здорово, весело, интересно и тренер хороший. Тренер всегда подскажет, как правильно исполнять прием, поможет сосредоточиться перед выступлением. Юных спортсменов также пришли поддержать и их родители. Это решил сам сын, и он пришел на первую тренировку, ему очень понравилось. Мы остались. Я очень довольна, и он. Как вид спорта, стилевое карате сейчас активно развивается. Мальчишки и девчонки приходят в секции, регулярно занимаются и достигают спортивных вершин. В арсенале спортклуба «Лидер», одного из самых крупных в Москве, уже есть четыре чемпиона мира по стилевому карате и около ста призеров чемпионатов России. Юные каратисты на турнире «Все звезды-2008» тоже показали неплохие результаты и не собираются останавливаться на достигнутом. Мы детей забираем с улицы. Раз. Что мы дарим им радость от занятий спортом, мужественным, хорошим. И что занимаемся именно массовым спортом, хорошим делом. А чемпионы – это все приложится, когда есть хорошая методика, когда есть правильная организация и когда есть грамотное управление.